Доброе утро Следующий вопрос Замечательно, Даут, а часто ли ты просыпаешься рано? Да, практически всегда Потому что очень плотный график, съемки, перелеты, концерты, гастроли И тоже активным образом жизни, я имею в виду спортом, фитнесом, тоже надо заниматься И как не утром это делать? Очень интересно, обычно творческие люди любят поспать и обычно работают по ночам Ну, я вообще знаю таких творческих людей, которые достаточно спортивные И вот как-то это заслуживает уважения И сейчас вот наш, так сказать, весь шоу-бизнес, будем так называть Все творческие люди, они стремятся к спорту А вот когда марафон проходил, кстати, 20 апреля Да, и как бы очень много творческих людей там собралось И сборы были в 6 утра, разминка, в 8 утра старт То есть очень приятно, что много известных таких актеров, певцов приняли участие в марафоне Ну и вообще много людей И вот такие передачи, как Жанна Куэн, они вот мотивируют проснуться рано Каждое утро Еще раньше, да, потому что у вас 7 утра эфир, а спортзал открывается в 6 До этого я приходил обычно к 8 Ну вот, спасибо за приглашение Да, вот расскажите нам, как вообще начинается утро? В смысле, завтрак? Да, утро начинается как стандартно, завтрак, но как бы дома практически редко завтракаю Потому что завтракаю после, так сказать, разминки спортивной И потом день, день у нас проходит очень бурно Мы обсуждаем различные проекты, творческие планы свои Вот, и каждый день, можно сказать, одно и то же Замечательно Ну, давайте теперь поговорим о вашем творчестве Что у вас сейчас происходит? У нас происходит и произошло У нас, кстати, 24 апреля, спасибо, что вы были на концерте, я видел вас Да, как вы видели Номинация, первая юмористическая премия «Золотой курт» Это для зрителей Расскажу, это премия за альтернативные достижения в шоу-бизнесе Для наших казахстанских звезд Вот, ну, были такие номинации, как там Съездили отдохнуть за границу, заодно и клип сняли Верку и Аиша там победили, да Номинация «Шладкий зянам», она так называлась Которые были представлены Али Акапов, Алмаз Кишкембаев, Абдул-Карим Каримов и Нурлан Абдулин Вот, Али Акапов получил трофей «Золотой курт» Ну и это все вот зрители могут увидеть по ТВ Сериал «Женатики» про четверых молодых парней, которые ведут такой достаточно интересный образ жизни Один из них не женатый, трое женатые, один из Заула, у него трое детей Он вот там как бы все традиции чтит Один подкаблучник, который всегда бежит домой Один такой нейтральный, просто семьянин Вот, ну и неженатый, конечно, такой разгильдяй Вот, в этом сериале мы будем принимать участие сами Мы давно не снимались Вот, последний наш проект, где мы снимались Это «Городские легенды» Кстати, и «Городские легенды» тоже будем продолжать снимать, то есть параллельно А в «Кудалар» мы не снимаемся, мы продюсируем, в «Кудалар» у нас снимается более взрослое поколение наших знаменитых актеров Замечательно, да, вот вы только что говорили про проект «Женатики» Среди четверых кто вы, интересно? Среди четверых, вот, ребята, наши авторы сделали меня неженатым А вот, как бы, парень, который всех, как бы, заряжает энергией Да, пойдемте, сделаем то, полетим туда, знакомит их с девушками Вот, балагур, в общем, одним словом Смотрю, такая очень интересная тенденция То есть вы занимаетесь и продюсированием, и вы актер Вы являетесь организатором премии Да Но начинали вы как КВНщик КВНщик, да Как вообще произошла вся эта трансформация? В КВН начал играть с 2000 года Это тогда была Евразийская лига КВН Вообще в то время в Казахстане вот КВН очень таком на должном уровне был Тогда и в 2000 году впервые появилась сборная Казахстана, высшей лиги КВН у Маслякова Сильная студенческая культура? Да, сильная студенческая культура То есть это для страны такое событие, что наши на Первом канале И, как бы, проводились очень часто игры КВН И там мы, конечно, играли, стали чемпионами Евразийской лиги Потом поехали к Маслякову в Сочи Это 2003 год В 2004 году нас пригласили в Первую лигу И вот во всех этих лигах я принимал участие непосредственно активное Потом в 2005 году уже высшая лига КВН Это уже наше поколение высшей лиги КВН Тогда команда называлась Астана Ки-З И после КВН уже, ну, как принято на российском ТВ-рынке Все КВНщики То есть все вот эти вот знаменитые проекты телевизионные Все персонажи, они выходцы из КВН Скучаете? Я... Вы знаете, нет, просто мы переросли вот этот этап Эту игру КВН Ну, конечно, иногда можно съездить на какие-то там отдельные фестивали Которые проводятся в Сочи, где там собирается огромное количество КВНщиков Мы это называем тусовка Ну, знаете, увидеть так старых друзей, с кем играли Как молодые мы были Да-да-да, то есть в каких-то банкетах поучаствовать Это, конечно, Юрмальский фестиваль тоже интересный Туда вот и Гарик Мартиросян, все вот они, если видели, да, вот съезжаются А если их не видно на таких постоянных играх Одной восьмой финал, одной четвертой То фестивали, это, конечно же, такие Отдых приятное, с полезным, вспомнить молодость На такие вот проекты, да, стараемся ездить А сейчас как-то поддерживаете команды КВН, которые... Ну, вот... Сейчас у нас в высшей лиге играет команда КВН Спарта Они... Два человека, вот... Данияр, капитан команды Мы играли в Астанаке и Зет вместе И, конечно же, да, мы болеем за них Иногда помогаем, там, каким-то материалам Иногда просто помогаем Давайте, ребята, кулаки за них держим Ну, как бы, общаемся Но уже в КВН не так, как было КВН тоже комедия, да? А сейчас вы снимаете фильмы комедийного жанра А в будущем вообще, в ближайшем будущем Вы не хотели бы себя попробовать в другом жанре? Драма Не комедия, а драма Я не хочу... Вот как Светлаков снял фильм Камень, по-моему, да, мне кажется? Да, 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 камень Я не хочу говорить нет Быть может, да, мы будем снимать и драму Там, и какое-то другое кино Но пока нам нравится то, что мы делаем И у нас это получается, то есть Как бы... Вы сами себя видите? Пока еще драму не освоили, но освоили юмор Поэтому, мне кажется, вот Нам нравится пока вот в этом жанре работать Поэтому еще не посягаем туда И лучше, мне кажется, заниматься тем, что у тебя больше всего получается Чтобы зрители, или вы, например, будете смотреть драму Ребята, что вы полезли в эту драму? Лучше в юморе Сидели бы в своем юморе, что лезут? Есть же вот, кто драму снимает нормально? Да, вот я так немножко прониклась вашими творческими планами Но помимо съемок сериалов, есть ли еще какие-то проекты, о которых вы хотите нам рассказать? Да, еще проекты есть Это будет вторая юмортическая премия «Золотой курт» И если вы хотите поучаствовать, начните петь И мы вас обязательно заметим и вручим какой-нибудь трофей Хорошо, а мы должны подать заявку? Либо вы сами отбираете номинантов, их номинируете? Нет, вы просто должны с нами дружить Я вообще седали, я шучу Это, конечно, тоже Нет, но если у вас есть такое желание И мы что-то вот совместными трудами можем придумать То давайте Мы за, мы всегда Любим приятные В 2015 году новый вокальный дуэт Вас тоже многие знают И я думаю, над вами тоже с удовольствием бы По-доброму посмеялся бы зритель Да, мы бы тоже не прочь над собой По-доброму посмеялся Очень-очень хорошая идея Так что давайте, если у вас есть желание Мы столько рады Ну что ж, да, вот спасибо вам огромное за настроение Спасибо Спасибо, что вы пришли в столь ранний час к нам в студию Спасибо, что уделили время Теперь хотелось бы услышать ваши пожелания Нашим, вашим телезрителям Утренние пожелания Утренние пожелания Мое пожелание Просыпайтесь рано Занимайтесь спортом Больше трудитесь Любите жизнь Будьте на позитиве И тогда все получится Спасибо огромное, Даут А мы хотели бы, Сайсулу, вам пожелать Творческих успехов Всего самого наилучшего И я вам тоже этого желаю Спасибо огромное Друзья, мне остается напомнить Что у нас сегодня в гостях Был известный казахстанский актер Шоумен Даут Шайхисламов А у нас впереди Очень много интересной информации Поэтому оставайтесь с нами На телеканале Хабар Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому